Вторжение НЛО продолжается. После всемирного потопа оно принимает другую форму. Падшие ангелы во главе с Люцифером лишаются власти. Им перекрыт доступ на небо в качестве сынов божьих. Они разворачивают новый проект против человечества под названием «Мифические боги». История хранит тайные загадки. Одна из них — Вавилон. Жестокий диктатор Немрод возводит башню в стремлении сравняться с богами. Вавилон — Врата Богов. Открытый портал для пришельцев. Падшие ангелы сходили к людям. Они вели битвы на небе и являлись земляном для передачи знаний. После потопа Создатель не доверяет людям Землю. Он сам сошел посмотреть. Грандиозное строительство оканчивается неудачей. Врата Богов или Врата Ада. Место контакта с НЛО становится эпицентром взрыва из космоса. Страшная ярость небесного огня обрушилась на Землю. Наполовину сгоревшая и оплавленная чудовищной температурой башня сохранилась как памятник гнева небес. Творец смешал языки людей. Они перестали понимать друг друга и рассеялись по всей Земле. Так появились языки и расы. Бог сохранил человека от соединения с НЛО и вырождения. Люцифер и падшие ангелы продолжают работать над проектом внедрения НЛО. Они являются людям в виде богов. Каждый народ поклоняется своим божествам, пришельцам и сверхцивилизаций. Падшие ангелы передают знания и соединяются с женщинами во время ритуальных жертвоприношений. Люди принимают НЛО за богов, а родившихся существ за детей богов. Так появляются рифаимы. Это исполины, нечестивцы, тираны, гиганты. Потомок рифаимов в священной книге звучит как потомок мертвецов. Написано, что они не воскреснут. Значит, это не люди? Ведь все люди воскреснут. Одни для получения награды, другие для получения наказания. Но рифаимы — это вечные мертвецы. Нечистое потомство НЛО, падших духов и женщин. На протяжении всей истории на небе и земле идет сражение с НЛО. История многих народов хранит память, как боги сражались между собой. Белые боги всегда побеждали. Это ангелы света. Они сражаются за Творца. Отбирают власть упадших ангелов Люцифера. Земле тоже предстоит быть очищенной от рифаимов. Должен свершиться только план Создателя. Творец избирает Авраама, обещая произвести от него народ. Избранник небес поверил Богу. Он покинул центр шумерской цивилизации, место поклонения богам, и последовал за единым Господом. Авраам получает потомство от бесплодной жены. Этому народу суждено совершить великую миссию очистить землю от потомков падших ангелов, рифаимов, и показать всем народам, что есть только один Бог. А боги народов — это падшие духи. Египет — центр древней цивилизации. Становится местом суда над НЛО. Моисей, принц Египта, послан Всевышним свершить суд над всеми богами Египта. Фараон назвал себя бессмертным богом. Вызов брошен. Начинается крах империи. Жрецы фараона используют силу падших ангелов. Моисей являет силу Творца. Боги Египта терпят поражение. Творения и стихии покоряются Создателю. Моисей выводит народ из рабства. Они вступают в эпические сражения. Очищают землю от потомков НЛО, полулюдей, полудемонов. Божий народ, наделенный силой Создателя, ведет битвы с полубогами, детьми падших ангелов. Они изгоняют и истребляют рифаимов. Творец наводит порядок. Он любит человека и не допускает его вырождения. Программа Люцифера терпит крах. Давид, юноша, с легкостью поражает потомка рифаимов Голиафа. Воин-гигант выходит на сражение во имя своих богов. Давид выходит во имя истинного бога. Голиаф был сражен камнем, выпущенным из пращи молодого парня. Могила Голиафа найдена. Череп содержит отверстие от снайперского броска юноши. Всевышний дал власть и силу своему народу истреблять нечестивцев, полукровок с земли. Земля готовится к величайшему событию в истории человечества — пришествию в мир истинного бога. Бог явился во плоти. Он показал ангелам и людям, кто такой Бог. Его тело было гораздо слабее, чем у ангелов, но он не согрешил. Только святой Бог мог победить ад, победить смерть и воскреснуть. Грешному это не по силу. Пришествие Бога во плоти — это проект, на который всегда посягали Люцифер и его ангелы. Иисус Христос продолжает проект Бога по очищению земли. Он изгоняет бесов, исцеляет больных, воскрешает мертвых и прощает грехи. Люцифер терпит поражение. Он принимает решение убить Иисуса. И вот Христос распят. Дьявол сообщает аду, чтобы принимал постояльца. Аид почуял неладное и заперся. Врата ада затворились, но когда Христос спустился в ад, то он сокрушил врата ада и его засовы. Ад сдал ключи. Власть переходит к Иисусу. Люцифер просчитался. У него отобрана власть и сила. Происходит воскресение Иисуса Христа из мертвых. Смерть сдает ключи. Сегодня по всему миру народ Божий изгоняет дьявола и бесов. Неопознанные летающие объекты распознаны. Это демоны. Они терпят поражение. Мир признает Христа как Господа и Бога. Начинается новое летоисчисление от Рождества Христова. И вот сегодняшний век. Контакты с НЛО продолжаются. Падшие ангелы осуществляют подделку самого грандиозного события недалекого будущего, второго пришествия Иисуса Христа на землю. Господь придет на облаках, чтобы забрать свою церковь. Но падшие ангелы показывают миру копию в виде НЛО, которые появляются на небе и забирают людей для контактов. Гуманоиды пытаются совокупляться с человеком, но их власть ограничена Богом. Они не могут воспроизводить мутированное потомство. В наше время человек берет на себя роль Бога. Все сильные мира ищут секреты бессмертия, пытаются остановить механизм самоуничтожения и старения. Они хотят сканировать разум человека и поместить его в робота. Гена модифицируют эмбрионы в попытке найти бессмертие. Но история учит. Все, что происходит в небоволе Творца, будет разрушено. Мутированные нефилимы и рифаимы были уничтожены. Неужели сегодняшний человек выше Бога? Скоро человечеству будет предложен секрет бессмертия, и каждый будет проверен, за кем он пойдет. За Антихристом, который обещает бессмертие, но дать его не может, или за Богом, дающим вечную жизнь и бессмертие. Продолжение следует. Какой самый важный вопрос в вашей жизни? Вопрос, с которым не может сравниться по своей важности ничто другое. Это куда вы попадете после смерти? Окажетесь ли в раю, окруженные любовью, радостью и умиротворением? Или перейдете из жизни вместо мучений, сожалений и бесконечной печали? Некоторые говорят, что вы просто перестанете существовать, вернетесь в небытие. Однако новые открытия физики подтверждают, что материя не исчезает, но, изменяя свои свойства, переходит в миры, отличные от нашей Вселенной. Современная научная революция подтверждает существование жизни после смерти и подрывает основы материализма. Отвечая на вопрос, где же я окажусь после смерти, мы прикоснемся к истории, основанной на реальных событиях. Главные герои продолжают чувствовать, видеть, слышать, говорить, двигаться, несмотря на то, что они давно умерли. Один из них — это безымянный богач. Не секрет, что среди нас нет таких людей, которые были бы слишком большими или богатыми, чтобы умереть. Умирают цари и президенты, гениальные ученые и философы, красивые актрисы и рок-звезды. Уходят из жизни спортсмены и величайшие лидеры человечества. Исключений нет. А после смерти, что ждет нас там? Богач при жизни обладал огромным состоянием. Одевался в самые дорогостоящие одежды. Каждый день предавался безграничным развлечениям и кутежам. У ворот его особняка лежал нищий по имени Лазарь, чье имя означает «Бог помог». Он уповал на Бога, несмотря на голод, болезни и отсутствие крова. Бедняк хотел напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали его раны. Когда Лазарь умер, ангелы отнесли его душу на лона Аврамова. Это место успокоения праведников в загробной жизни. Умер и богач, и его, в отличие от бедного Лазаря, роскошно похоронили. Но богач оказался в аду, в муках, в ужасном месте, отвратительной огненной бездне, полной вечного мрака, червей и скрежета зубов, о которой говорится повсюду в Библии. Богач поднимает глаза и видит вдали Авраама и Лазаря, находящихся в месте блаженства и отдыха. Он вопит в агонии. Отец Авраам, умилосердись надо мною. Пошли Лазаря, чтобы я мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой. Я сильно мучаюсь в этом пламени. Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей. А Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Так же и оттуда к нам не переходят. Прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. У них есть Моисеи и пророки. Пусть слушают их. Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет, к ним покаются. Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Миллионы людей по всему миру имели околосмертные переживания. Многие из них прикоснулись к ужасам ада и красоте рая через клиническую смерть. Вернувшись с того света, они пережили глубочайшие изменения системы ценностей и свойств характера. У них появились обостренные осознания смысла жизни, глубокая вера в Бога, большее сострадание к людям, искреннее покаяние и желание посвятить всю оставшуюся жизнь служению Богу. Но многим, как и богачу, не суждено выйти из ада. Осознав безысходность своего мучительного положения, богач поднимает вопрос спасения хотя бы его родственников. Задумайтесь, о чем говорят в аду. Понимая, что адские муки ждут пять его братьев, он умоляет Авраама послать к ним Лазаря, чтобы он проповедовал им, и они не пришли в это место мучения. Так нужны ли на земле проповедники Божьего Слова? Нужна ли церковь, где постоянно читают и изучают Библию? Конечно, да! Ведь Слово Божие имеет власть над адом, смертью, дьяволом и всеми врагами человечества. Авраам напоминает богачу, что у его братьев есть Моисей и пророки. Это доступная всем Библия. Пусть их слушают, но богач кричит «нет!» Потому что ни он, ни его братья не верят Слову Божьему. У богача свое мнение, что если кто из мертвых воскреснет, его родные покаются. Так нужно ли покаяние? Конечно, да! Это очень понятно человеку, находящемуся сейчас в аду. Он говорит о необходимости покаяния оставшихся в живых родных, чтобы они могли избежать ада. Авраам отвечает ему, что если при жизни люди не верят Слову Божьему, которое им проповедуется, то даже если кто из мертвых воскреснет, не поверят. Так и происходит сегодня. Христос был распят за грехи человечества, умер, спустился в ад и воскрес из мертвых на третий день. И сегодня мы слышим повсюду «Христос воскрес!» «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» Но мало кто знает, что такое Пасха. Для многих это просто кулич с яйцами. Но Пасха — это переход из смерти в жизнь, из проклятия в благословение, от рабства сатаны под покровительство Божье. Пасха наша — Христос. Он был убит за нас, сошел в ад вместо нас, чтобы мы никогда не попали в эту зловонную канализацию всей вселенной. Он — дверь в небеса. Он — путь истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу Небесному, как только через Него. И всякий верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Семь печатей Апокалипсиса. Ими запечатана книга с самыми точными пророчествами будущего. Иисус Христос держит эту книгу в своих руках, и Он один имеет власть снять семь печатей и открыть в Своей Церкви тайны происходящих и грядущих событий. Первая печать Апокалипсиса. Иисус снимает ее и появляется всадник на белом коне, в белых одеждах. Это Сатана. Он рядится в одежды Ангела Света. Первая печать открывает нам самое большое обольщение человечества. Люди верят лжи дьявола, а не истине Иисуса Христа. И сами отдают дьяволу, а не Богу, власть и правление. Вторая печать Апокалипсиса. Христос снимает ее, и выходит другой конь, рыжий. Это всадник войны. Вторая печать открывает, что человечество следует за духом войны, отвергая Божью любовь. Люди финансируют войны. Гонка вооружений усиливается. За последнее столетие мир потрясли две мировые войны, и планета находится на грани третьего мирового военного конфликта. Третья печать Апокалипсиса. Господь снимает ее, и появляется всадник на вороном коне. Это мамона. Мир поклоняется и служит богатству, а не Богу. Ради власти и выгоды люди идут на самые низкие поступки и преступления. Третья печать открывает нам причину проклятия. Это бездуховность и материализм, поклонение деньгам, разврату, а не Иисусу Христу. Когда Христос снял четвертую печать, появился конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. Ему дана власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Сняв четвертую печать Апокалипсиса, Господь открыл истинных врагов человечества. Это смерть и ад. Смерть убивает людей, а души неверующих в Иисуса Христа ад забирает вместо мучений и страданий. Пятая печать Апокалипсиса. Иисус снял пятую печать и показал небо и души убиенных за Слово Божие, которые находятся на небесах у Бога. Они взывают к Богу. Да коли, Господи, не судишь и не мстишь за кровь нашу? Последнее столетие ознаменовалось самым большим количеством убиенных за веру в Христа. Каждый год, по официальным данным, более 100 тысяч человек убивают за христианскую веру. В 102 странах мира более 500 миллионов христиан не могут в полной свободе исповедовать свою веру. Христиане являются наиболее преследуемой религиозной группой в мире. Это свидетельствует о том, что мы живем во время снятия пятой печати Апокалипсиса. Сегодня человечество стоит на пороге снятия шестой печати Апокалипсиса. Иисус держит эту печать в своих руках, но люди пренебрегают Христом, который является спасителем мира. Вместо того, чтобы бежать к Богу, в церковь, изучать Библию, люди возлюбили больше мифы, сказки, басни, ложь, мистику, фантастику и философию и не приняли любви Божией для своего спасения. Когда Христос снимет шестую печать, человечество начнет видеть и станет участником того, что смотрят в фильмах. Глобальные катастрофы, страшные землетрясения, затмение Солнца и Луны, разрушение атмосферного слоя планеты, падение астероидов — это будет время, когда живые будут завидовать мертвым. При этом Бог еще сдерживает зло. Он повелевает четырем ангелам, которые приготовлены, чтобы умертвить третью часть людей, не делать им вреда. Господь отмечает печатью 144 тысячи из всех колен Израилевых. Идет спасение остатка Израиля. Посреди катастроф Иисус показывает, куда отправляются святые. Великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред агнцем, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали славу Богу! Седьмая печать апокалипсиса Семь ангелов приготовились трубить При звуке каждой трубы произойдут страшные события И люди получат то, что они искали Все, к чему они тянулись, что так хотели видеть в фильмах, станет реальностью Град и огонь, смешанные с кровью Глобальная экологическая катастрофа Огромные астероиды потрясут планету Тьма и мрак покроют Землю Черти выйдут из бездны Люди будут мучимы мерзкими, отвратительными бесами Разразятся воины с применением сверхоружия Огонь, дым и сера убьют третью часть людей Откроется духовный мир, и демоны станут реальностью Ужасы потрясут людей В те дни люди будут искать смерти Но не найдут ее, пожелают умереть Но смерть убежит от них Далее, семь ангелов, имеющих семь последних язв Выльют семь чаш гнева Божия на землю Каждая чаша произведет жуткие катаклизмы Эпидемии, жестокие и отвратительные гнойные раны Язвы и болезни поразят людей, имеющих начертание зверя И поклоняющихся образу его Вода сделается кровью Люди будут пить кровь за то, что они пролили кровь святых и пророков Их будет сжечь испепеляющий солнечный зной Но они все равно будут хулить Бога, имеющего власть над этими язвами Люди будут кусать языки свои от страдания Но не раскаются в делах своих В поклонении бесам, идолам, в убийствах своих В блудах, в колдовстве и воровстве своем И не вразумятся, чтобы воздать Богу славу Бог прав Что люди ищут, то они и получат Человек верит во что угодно Поклоняется кумирам Самыми кассовыми и ожидаемыми являются фэнтези-фильмы Про пришельцев, НЛО и супергероев, спасающих человечество Но истина в том, что никто не сможет помочь Только Иисус Христос – истинный спаситель мира Он держит семь печатей апокалипсиса в своих руках Сегодня прими решение, что тебе нужен Иисус как Господь и Спаситель Беги в церковь, изучай Библию, спасай свою душу И помоги другим обрести спасение